Через дорогу она старается не ходить. Алене Коваленко проще добраться до подземного перехода. Пять лет назад девушку сбила машина. Ей повезло. Скорость была небольшой. Переходила дорогу на светофоре. Вижу, что машина не тормозит. Пытаюсь отойти в сторону, а машина отказала тормоза. Всего в прошлом году на дорогах из-за неисправных автомобилей погибли более 700 человек. Это 4% от всех аварий. Несмотря на это, в Госдуме собираются отменить техосмотр. Считают его ненужным. В Госавтоинспекции идею поддержали. В связи с тем, что происходит небольшое количество ДТП в связи с неисправностями автомобиля, то отсутствие техосмотра личного транспорта, по сути, не может привести к созданию большего количества ДТП. Потому что каждый водитель, согласно правилам дорожного движения, не обязан перед тем, как сесть за руль, проверить свое транспортное средство на то, чтобы оно было технически исправно. Опытный водитель Виталий Борисов говорит, не раз встречал на дорогах неисправные авто. Самая распространенная неполадка – нерабочие стоп-сигналы. Признается, что отмена техосмотра до добра не доведет. Хаос начнется на дорогах. Бардак, если его отменять. Может быть, даже, как бы это не прискорбно было, ужесточить его надо, чтобы машины больше проходили техосмотр. Допустим, моя машина. Такие машины надо обязательно за ними всеми смотреть. Я вот, когда свою машину даже в последний раз страховал, требовался техосмотр. За своей ласточкой Денис Трубников следит сам. С ремонтом не тянет. Идею отмены техосмотра одобряет. Говорит, бессмысленная трата денег. Процедуру формальной и от беды на дороге диагностическая карта явно не спасет. Когда я пришел делать техосмотр, они даже машину мою не смотрели. То есть просто я им то ли 500, то ли 700 рублей дал. И они карту диагностическую сделали. При техническом осмотре должно контролироваться не только состояние транспортного средства, но в том числе и наличие таких важных вещей, как огнетушитель, аптечка. И если раньше граждане покупали эти вещи хотя бы для того, чтобы проходить техосмотр, то сейчас, скорее всего, большая часть водителей этого делать не будет. В случае отмены техосмотра аптечка понадобится уже пешеходам. Как только процедуру вывели из-под контроля автоинспекторов, резко выросло количество аварий по вине неисправных машин. Сейчас от техосмотра освобождены владельцы малолитражек и новеньких авто. Правда, вот средний возраст автопарка в стране составляет больше 12 лет. И он продолжает стареть. Роман Базан, Олег Биряков, Саратов, 24.